Стадион «Торпеда» постелит новые беговые дорожки и построит искусственное футбольное поле. Но пока успели снести только автостоянку. Подробности у Елены Борисовой. В поле футбольный клуб «Петра Трест» из Санкт-Петербурга. Смотрите видеоотчет о матче. Атлеты новых беговых дорожек. Старое покрытие на стадионе «Торпеда» сняли в октябре прошлого года. Новое обещали положить к маю, но до сих пор спортсмены тренируются на стадионе «Лыбедь». Кроме того, остается неясной судьба искусственного футбольного поля, подаренного области Российским футбольным союзом. В РФС заявили, если область запоздает с оформлением документов на поле, подарок у Владимира заберут обратно. Ждать ли владимирским спортсменам новых беговых дорожек и искусственного поля, выясняла Елена Борисова. На старт! Ваня! Спортсменки берут низкий старт. Тренироваться приходится на стадионе «Лыбедь». Пробежать несколько километров по такой резине не так-то просто. Областные власти обещали, что к лету на стадионе «Торпедо» будут новые беговые дорожки. Старые сняли, и на этом реконструкция неожиданно закончилась. Новое покрытие и так и не постелили. Теперь легкоатлеты готовятся к всероссийским и международным соревнованиям в Жуковском. За это приходится параллельно выступать не только за Владимирскую, но и за Московскую область. Почему, допустим, покрытие сняли? На нем, конечно, можно было тренироваться, хоть как-то готовиться можно было. Я думал, может быть, соберется или нас проинформирует председатель федерации, или, может быть, соберет спорткомитет и скажет, что и как в каком состоянии, и что ожидать, на что, так сказать, рассчитывать. Но никто, все, как говорится, молчание кругом. Кто сейчас ругается из тренеров-лекатлетов, я не знаю. Наоборот, сейчас мужики все ходят и счастливые до смерти, потому что будет у нас в этом году великолепная легкаритическая дорожка. Будет. Еще осенью председатель областного спорткомитета Леонид Борисенко говорил о том, что на торпедо сделают тренировочную базу для легкоатлетической сборной страны. Спортсмены расслабились, но ненадолго. Похоже, Леонид Борисенко погорячился. Сначала он пообещал, что беговые дорожки сделают к маю, потом к июлю. А теперь выходит, что постелят их не раньше августа. Ведь только неделю назад объявили конкурс подрядчиков. Если бы спортсмены были болельщиками, то областной спорткомитет они освистали бы дважды. Осенью чиновники пообещали, что к лету на торпедо построят еще и искусственное футбольное поле. Покрытие за 9 миллионов рублей готово подарить Национальной академии футбола и Российский футбольный союз. Область на собственные средства должна подготовить документы, выделить земельный участок, построить основание и дренаж. В РФС волнуются. Владимирская область хоть и успешно прошла конкурс, но вот с документами почему-то не торопится. Идет вопрос с получателем поля, с администрацией и прочее. То, что поле будет в этом году, это 100%. Но там идут вопросы, там же не так просто. Вопросы по земле, вопросы по уставным документам, много-много чего. Поймите нас правильно, у нас какие-то документы не готовы, еще чего. Но какие-то там, видно, задержки есть. Ну, знаете, значит, факсом послали не так, по времени, еще чего. Но у нас же как, знаете, разделяется это. У нас месяц на подготовку оснований и 2-3 недели на его укладку. В Российском футбольном союзе говорят, что если с документами будет все в порядке, то искусственный газон постелят в августе. Этот вопрос под личный контроль взял главный федеральный инспектор. Геннадий Веретенников недоволен. Искусственное поле без подогрева – это деньги, выброшенные на ветер. Тренироваться юные спортсмены на этом поле смогут только летом. Зимой же здесь будет каток. Я не могу сказать главному федеральному инспектору, если кто-то сможет, так сказать, вот сказать завтра, послезавтра, через неделю, что он готов 11 миллионов вложить, я этому человеку лично не эту подогну. Мы на сегодняшний день не то что синицу в руках имеем, мы имеем журавля в руках. Да, он не с таким оперением, как некоторым хочется. Но мы не потянем на сегодняшний день делать подогрев их поля. Это, как сегодня просчитали, минимально 10 миллионов плюсов. Строят искусственное поле на месте автостоянки. Ее уже снесли, а новую не построили. Болельщиков, приехавших на машинах на матч Владимирского торпеды и Тверской Волги, ждал неприятный сюрприз. Проезд к стадиону на машинах был категорически запрещен. Год останавливают автомобиль олимпийского чемпиона Павла Кузнецова. Я вам еще раз говорю, здесь закрытый проезд. Я вот здесь поеду, вот я поеду. И окончили матч. Значит, у нас никогда на стадионе торпеды не было стоянки. И не будет там стоянки в том понимании, как футбольное поле использовали под стоянку. Даже олимпийские чемпионы, точно так же, как и журналисты, должны придерживаться законов. По всей видимости, строительство стоянки для машин-болельщиков ждать уже не приходится. Зато у спортсменов есть шанс дождаться искусственного поля и новых беговых дорожек. Правда, сколько на это уйдет времени, точно никому неизвестно. Елена Борисова, Сергей Щедрин, Ильгар Юсупов и Евгений Токарев, ТВШ «Владимир». А Владимирская торпеда сегодня на своем поле встречалась с футбольным клубом «Петротрест» из Санкт-Петербурга. Это была игра в рамках первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона «Зоны Запад». Наша команда после победы 22 мая над лидером турнира «Тверской Волгой» занимала шестую строчку турнирной таблицы. Клуб «Петротрест» был на седьмом месте. Подробности сегодняшнего матча в репортаже Сергея Щедрина. Петротрест, который в прошлом году без особого сопротивления пропустил торпеда в 1-16 кубка России, сегодня серьезным соперником тоже не выглядел. Гости из Питера заставили владимирских болельщиков еще раз проглотить горькую пилюлю сожалению, что именно они в прошлом году заняли наше место в первой лиге. С начала игры инициатива была у торпеда. На четвертой минуте Везьмикин бросил аут прямо в штрафную. Менщиков избивают, но судья нарушений правил не увидел. Потом на 10 минут игра успокоилась. В следующий опасный момент создал опять Везьмикин. На этот раз с левого фланга и ногой. Но на передачу капитана в центр штрафной никто не откликнулся. На 19-й минуте в нескольких метрах от штрафной сбивают Балоева. К мячу подходит Менщиков. С этой точки 12-й номер торпеда промахивается редко. 1-0. Штрафной близнец в исполнении гостей выглядит неубедительно. На 28-й минуте Часовский хорошо поборолся в центре и вывел на ударную позицию Везьмикина. Первый удар поворотом Галеодора Черно-Белых приходится у вратаря. Вторая половина тайма проходит вяло, без атак и, соответственно, острых моментов. Складывается ощущение, что торпеда уже играет на удержании счета. На последней минуте первого тайма Петротрест ударом в ближнюю девятку показал, что успокаиваться хозяевам рано. Торпеда намек гостей не поняла и второй тайм начался с отсутствия активных действий с обеих сторон. На 57-й минуте Петротрест нарушил идиллию на поле. Навес с левого фланга атаки стал недосягаемым для Вячеслава Крыканова, а нападающие гости оказались расторопнее защитников хозяев. Итог – абсолютно нелогичный гол и 1-1. Торпеда ответила красиво. На 65-й минуте Малышев перехватил передачу защитника, вошел в штрафную и хладнокровно обыграл вратаря гостей. 2-1. Через три минуты Малышева передача метров на 40 опять выводит один на один с голкипером. Но на этот раз вратарь на месте. А на 78-й минуте Визьмикин обновил Буцы. После подачи Криулина справа он красиво пробил с лёта. 3-1. Тут же опять атака хозяев. Малышев откликается на дальнюю передачу и зарабатывает пенальти. Визьмикин берет на себя исполнение 11-метрового и спокойно оформляет дубль. На 84-й минуте Дубровин пожадничал не отдав Визьмикину и пробил поворотом сам метров с 20. За голкипер Петра Треста играет штанга. На последней секунде Визьмикин предоставил менщику прекрасный шанс также отметиться дублем. Но мяч прошел рядом со штангой. Итог. Красивая победа торпеда. 4-1. Хочу поздравить своего коллегу и команду торпеда с убедительной победой. Ну оценить. Я считаю, что на результат матча повлияла та ошибка, которая произошла со вторым забитым мячом нашего ворота. Действия нашего левого защитника Бипчука, наверное, сложно анализировать. Чем он руководствовался, отдавая эту передачу. В принципе, я скажу, что команда торпеда Владимир выиграла эту игру за счет опыта. То, что у него в составе более опытные, более классные игроки. У нас, пока мы до этого не дотягиваем, у нас играет молодежь. Правильно сказали, в общем-то, Телесть, что до гола, до второго, в общем-то, была равная игра. Я даже хочу сказать, что Петр Трест, наверное, больше владел мячом. Сознательно, может, где-то отдали инициативу. Ну, потом немножко перестроились после пропущенного мяча. Ну, и, конечно, второй был ошибкой. Ну, и третий гол там, наконец-то, Дима забил мяч. Причем забил красивый мяч, а какие моменты он имел в тех играх, он не забивал. Может быть, скажем так, начнет забивать. Во что я, в общем-то, всегда верил. Сергей Щедрин, Сергей Головинов и Владимир Чучедеев. ТВ6 Владимир.